Здравствуйте! Приветствую всех на своем канале Копаем картошку Ленинградская область. Сегодня 6 сентября, но ролик выйдет чуть позже. Вот мое картофельное поле. Выкопали 2 третьих картошки. Как и обещала, расскажу о основном сорте, который мы выращиваем на протяжении уже нескольких лет. Он прошел у нас апробацию и дождями, и засухой. В общем, хороший сорт. Вот. Покажу вам выкопанную картошечку. Вот, смотрите. Это мое чудо, Юда. Картошечку мы все любим. Вот такая картошка. Есть разные экземпляры. Есть вот такие, вот с ладошку. Есть помельче. Вот она вся в глине, так как у нас глинистая почва. Даже, я бы сказала, просто глина. Вот, сушим ее. Сорт называется картошечка гала. Лучше ее, сколько я не пробовала у себя на огороде, на своих почвах, с учетом того, что у нас может огород заливать или засушивать, как в этом году. Лучше картошки гала я, вот, знаете, не могу даже представить. Еще в этом году мне очень понравилась королева Анна. Она очень плодовитая, вкусная, с желтой мякотью, рассыпчатая. Муж сказал, что картошка отличная. Вот насчет Коломбо. Я вам в предыдущем ролике рассказывала. У нас с мужем мнения разошлись. Муж сказал, что ему она не понравилась. Мне она понравилась. В принципе, нормальная картошка. Он сказал, убирай, будем, оставляем Жуковского. Жуковский нравится всем. Даже маленький внук моей семье больше нравится Жуковский. Но Коломбо все равно посажу на следующий год, дам ему еще один шанс. Может быть, вот в это засушливое лето он себя не проявил. Мякоть у него тоже желтоплодная, как и у королевы Анны. И вот сорт гала. Она тоже относится к желтоплодным сортам картошки. Очень высокоурожайная, крупная. В этом году, правда, больше средней картошки, чем крупной. Но ее очень много на гнезде. Несмотря на то, что была вот такая засуха. Когда наливались клубни картофеля, стояла неимоверная жара с засухой. Но, тем не менее, картошки у нас будет прилично. Пока не могу вам сказать, сколько. Участок у нас приблизительно 4-3,5 сотки занят под картошку. Ничего особенного не вносим. Года два назад вносили коровий навоз. Телегу покупали. Но сейчас все, у нас больше этого чуда нет. Поэтому весной вносила перед вспашкой огорода удобрения под картошку. Гранулы. По норме, как было написано. И все, больше ничего не вносили. Не поливали, поскольку здесь у меня нет воды на этом участке. А носить с другого участка лейками, ну, ведрами, это просто с ума сойдешь. Что делали? Никакой обработки от фитофторы не делали. Дважды подкармливал муж карбамидом мочевины по листу. Разводили по инструкции. Все на упаковке написано. И вечером мы ее подкармливали. Подкормка для картошки – это обязательная процедура. Ну, и кто вот борется с фитофторой, мы этого не делаем. Хотя, наверное, надо бы. Еще такой у нас прием. За две недели приблизительно до выкопки картошки. Мы же знаем, когда мы ее посадили и когда будем выкапывать. Муж скашивает ботву. Две недели у нас картошка стоит без ботвы. Потом мы приступаем к окончательной ее выкопке. В общем, сорт гала – это, вы знаете, сорт вообще на все времена. Для любых блюд и на первое. И вот потушить, и пожарить. Вот все, что вы хотите. Салаты делать, пожалуйста. Это настолько универсальный сорт. Повторюсь, лучше гала была у меня и Аврора, и у меня очень много. И Белороса, и Журавинка или Журавушка, я уже не помню. Ну, очень много сортов. 15 я испытывала у себя на участке. Но остановилась именно на гале. И еще, что мне в ней нравится, она долго не теряет репродуктивность свою. То есть у нас вот картошка растет уже несколько лет. Плюс там, где мы ее брали, тоже люди выращивали, где мы покупали уже несколько лет. И она все еще сохраняет свою репродуктивность. То есть для Ленинградской области, вот у кого такие глинистые почвы, тяжелые суглинки, я могу смело порекомендовать картофель гала. И еще скажу, что вот у него, вот она всегда вкусная. Знаете, вот можно кушать без масла эту картошку. Чего не скажешь там о других каких-то новомодных, которые мы тоже пробовали. Вы знаете, да, урожай. Вот, например, от Red Scarlet, который очень хвалят, мы отказались в этом году. Сажали ее несколько лет, но вкус оставляет желать лучшего. Да, она урожайная, она неплохо хранится, она крупная, тоже подходит. И для жарки она подходит. Но вкус нам совершенно не нравится, и в этом году мы ее полностью убрали. Сажаем теперь только гала. Вот для зимнего хранения. А еще она очень хорошо хранится, гала. Но у нас хороший погреб, с хорошей вентиляцией. У мужа все сделано грамотно, поэтому картофель у нас и картофель, и яблоки, ну все, и морковь, и свекла. Все хранится отлично. В общем, рекомендую для Ленинградской области и в пир, и в мир картошкой, и в добрые люди. И что мне нравится, вот было дождливое лето, картошки гнилой фактически не было. Вот за всю зиму мы выбрасываем, может быть, вот закладываем на хранение приблизительно 100 ведер или 140, ну какой урожай бывает. И выкидываем, даже ведра гнилой мы не выкидываем. Она просто как-то усыхает, такая сухая гниль, и все. Картошка хранится отлично. Вот картофель гала, рекомендую. Что могу вам посоветовать на следующий год? Обязателен, вот картофель гала к посадке. Очень понравилась сорт Королева Анна, просто очень. Ну Жуковский ранний, это незаменимый сорт, лучший ее пока из ранних. То, что мы тоже пробовали, нет. Королева Анна, шикарный сорт, просто шикарный. Если где-то увидите, купите. Еще хочу сказать про репродукцию. Я покупала Королеву Анну и Коломбо Супер-Супер Элита. Если вы найдете вот такие Супер-Супер Элиты, обязательно берите. Они, конечно, семена такие подороже, но картошка будет дольше сохранять свою репродуктивность. Ну, конечно, если вы не закладываете ее на хранение, то вам, в принципе, все равно, какая репродуктивность. Посадили, выкопали, съели и все. Нам очень важна, потому что мы картошечку все любим, сажаем, и отказываться, конечно, от нее не будет. Не будем. Никакая покупная картошка вообще рядом не стоит вот со своей картошечкой. Сажайте картошку, хотя бы грядочку. Вы знаете, как приятно выкопать и съесть свою картошку. Но намного лучше покупной вот в сто раз. Мы раньше покупали, у нас один год залила вообще картошку весь огород. И мы покупали с мужем. Ну, такая отвратительная. Просто есть невозможно. Поэтому сейчас бережем свою картошечку. Внуки очень любят. Вот, что вам, что хотела рассказать, то рассказала. Всего доброго. Будут какие-то вопросы, спрашивайте. Говорите мне о ваших любимых сортах картошки. Может быть, что-то мне посоветуете. Все, всего доброго. Будьте здоровы и счастливы. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Берегите себя, любите своих близких, цените своих родных. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok